Да, я значит сразу хочу пояснить, просто дело не в том, что я что-то придумал, а сел это придумал, а просто я на самом деле здесь вечер, о котором я непрерывно думал, все время думал, выступая и играя, просто сейчас этот вечер, эта возможность как бы все сформулировать, выложить на бумагу и прочитать вам. Но немножко не про хорошие песни, а как и про другое. В качестве сквозного сюжета для сегодняшнего концерта разговора мы выбрали вопрос, как пишутся песни. Перед этим вопросом я хочу задать себе другой, не менее, а может быть и более важный. Что происходит, когда один человек выходит на сцену для того, чтобы спеть песню, а другой сидит в зале для того, чтобы ее услышать? Что за события объединяет их, сошедшихся в общей точке времени и пространства? На что они могут надеяться, на что нет? С чем они останутся после того, как концерт закончится? Многие говорят о том, что рефлексия творчеству противопоказана, о том, что рационализм – это угроза живой стихии искусства. Я против. Мысль – это лучшая терапия от того, что ты будешь всю жизнь искать ответы на чужие вопросы, проживать чужие жизни, а в творческом отношении транслировать нечто, нечто, что является для тебя чужим. Так что же происходит со мной и с вами, когда песня объединяет нас? В разные эпохи, в связи с разными песнями, ответ на этот вопрос может быть дан по-разному. А может ли жанр, в котором пытаемся существовать мы, то есть русскоязычный рок-песня, дать свой ответ на этот вопрос? Конечно, правильнее всего спросить об этом самого себя. А что имею в виду я, выходя сюда на сцену с этим набором звуков и слов? На что я претендую? Что мною движет? В тщеславие? Да. Но ведь не только оно, по крайней мере, хочется надеяться. Начну с того, чего точно здесь не происходит. Здесь не происходит акции коллективного протеста или вообще коллективного позиционирования по отношению к чему-то, бы то ни было. Это 20-30 лет назад рок-аккумулировал энергию такого типа и работал для нее как зарядное устройство, объединял людей в общем противопостоянии. Сегодня протест нашел в себе гораздо более адекватные работающие формы. От меня этого не ждут. Порой я способен забыть об этом, подняться на сцену, как будто это все еще та самая трибуна, с которой выступали мои предшественники, создатели нашего русского рока. Но та война уже давно закончилась, дракон мертв, и я не могу председавать социальную значимость, завоеванную не мной. Второе. Здесь не происходят попытки создать нечто, во всех отношениях прекрасное, способное вызвать ваш эстетический восторг. Третье. Здесь не происходят попытки развлечь публику, в отличие на полчаса от ее проблем. Четвертое. Здесь не происходят целенаправленные попытки показать истинную тем, кто про нее не знает. А что же все-таки происходит? Один из ответов, который я могу дать самому себе в данный момент, заключается в том, что песня — это инструмент моей работы с самим собой. Это проповедь, которую я в первую очередь обращаю к самому себе. Это скальпель, который я вонзаю сам в себя. Это энергия, которую я изменяю сам в себя. Можно спросить, а зачем тебе публика? Тут возникает мой второй ответ. Песня — это пространство встречи человека с человеком. А в ходе этой встречи может произойти самое разное — утешение, ободрение, поддержка, исповедь. Но для того, чтобы это случилось, я должен взять себя за волосы и тащить из трясины. А что же рок? Чем скисовитен этот жанр в связи со всем вышесказанным? Мне кажется, это искусство предельно состоящее, такова его природа. Он показывает нам человека в острой и предельной ситуации, в полной отдаче себя, чему бы то ни было. Кто и чему себя отдает — это отдельный вопрос. И в этом шанс этого искусства сегодня, когда человек растаскивается по углам и сетям, рассеивается, разбрасывается, расшвыривается во все стороны. Это искусство, то есть рок, дает нам шанс собраться, а нашим зрителям возможность быть свидетелем того, как некто пытается стать человеком, сбыться в своей человеченности прямо здесь, на сцене, прямо на глазах у изумленной публики. Что касается конкретных рецептов о том, как пишутся песни, мне кажется очень важным выстроить внутри себя правильный баланс между целенаправленностью и спонтанностью, расслабленностью и напряжением, действием и переживанием на себе воздействия. Когда ты пишешь песню, надо, с одной стороны, иметь волю, вектор усилия, приложенные к тому, чтобы вещь, которой ты занят, была сделана на достойном уровне. Но с другой стороны, очень важно не прессовать себя, не выжимать из себя собственного творчества, а быть открытым и доверчивым к жизни. Песня начинается с сигнала, который появляется в тебе и который невозможно выдумать, его можно лишь получить или извлечь. У тебя появляется слово или два, образ, тема, история, нечто выброшенное на твой берег волной, нечто случайное, увиденное тобой, пусть даже только боковым зрением, нечто, что захватывает тебя и просит тебя сказать или спеть о себе. А дальше начинается твой ответ на эту просьбу. Ты должен шаг за шагом сделать внутри себя нечто, что можно назвать конструкцией, радаром, ловушкой, ситом, сквозь которые будут пропускаться весь твой повседневный опыт, то, что ты проживаешь, видишь, о чем говоришь, читаешь. Если эта конструкция выстроена, если ты включен и бодр, на этом внутреннем сите день за днем будет оставаться то, что тебе надо для песни, над которой ты работаешь. Может быть, прогулка в лес подарит тебе одно или два слова, разговор с ребенком второе, чтение новостей третье. Может быть, песня будет сочиняться год или два, потому что ровно столько нужно будет что-то нажить в себе содержание для этой песни. Но через какое-то время ты получишь достаточно материала для того, чтобы что-то из него сложить. Может быть, с этого получится песня. Может быть, она получится вовсе не о том, о чем ты планировал ее сочинить. Язык, опыт, музыку ввели себя в другую сторону. И еще. Возможно, то, о чем я говорил сейчас, перестанет быть для меня актуальным завтра или даже сегодня. Для меня правильное ощущение сочинителя заключается в том, что каждый раз, сочняя песню, мне должно казаться, что я учусь делать это с нуля. Я вновь открываю для себя это занятие. Я отметаю старое и обретаю новое. Выбиваю из себя почву из-под ног для того, чтобы найти что-то еще более твердое и настоящее. Я хотел бы закончить коротким стихотворением, тоже своим. Даже когда ты дойдешь до последних вещей, хлеба, дождя, океана, деревьев, камней. Даже когда ты найдешь безусловные пределы в утреннем свете или в прозрачной воде. Знай, и у этого можно быть в запертии. Знай, что это только начало пути. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ